Сура 16. Пчёлы. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Пришло повеление Аллаха, приблизилось время наступления дня суда. Не торопите же его, о неверующий, с наказанием для вас, насмехаясь над пророком, который предупреждает вас об этом. Преславен, безупречен он и превыше того, что они предают ему, псотоварищи, причист, чтобы иметь равных себе. Он не спосылает ангелов с духом, с откровением, по своему решению тому, кому пожелает из своих рабов, пророкам и посланникам, которых он сам и избирает. Предостерегайте людей от нога Божия, ведь нет Бога, заслуживающего обожествления, кроме меня. Так остерегайтесь же меня, исполняйте то, что Аллах сделал обязательным, и не поклоняйтесь никому, кроме Него. Откровение в данном случае названо Духом, так как откровения оживляют души, так же, как и Дух оживляет тела. Сотворил Он небеса и землю, и всё, что в них поистине, в совершенном виде, по своей мудрости, с определённой целью. Превыше Он того, что они, многобожники, предаются участники Ему. Превыше Он того, чтобы равнять Ему кого-либо. Сотворил Он человека из каплей, семенной жидкости. И вот Он, припирающийся явно, упорно спорит, утверждая, что воскрешение невозможно. И скот Он также создал. Для вас, о люди, в нём в скоте есть согревание в его шерсти, и другая польза в молоке и использовании кожи. И ими вы питаетесь. И для вас в них красота, когда вы гоните их по вечерам на покой, и когда по утрам выпускаете на пастбище. И переносят они, скот, ваши грузы, в такую местность, которую бы вы не достигли без утомления самих себя, без использования животных. Поистине, Господь ваш однозначно сострадателен и милосерден, так как подчинил вам то, в чём вы нуждаетесь. И также Он создал для вас коней, мулов и ослов, чтобы вы на них ездили верхом, и для украшения. И творит Он ещё и то, чего вы не знаете. И на Аллахе лежит обязанностью разъяснить людям цель пути, прямой путь, чтобы они могли быть на истинном пути. Но также есть пути, отклоняющие от Него, от прямого пути. И если бы Он пожелал, то непременно наставил бы на истинный путь всех вас, сделал бы верующими. Только Он Аллах, Тот, Который не звёл с неба, с облаков, воду, дождь, для вас от неё, от воды, питьё. Вы пьёте её. И Он взращивает от неё растения и деревья, где вы пасёте ваш скот. Он взращивает ею водой для вас разные посевы, маслины, оливковые деревья, пальмы, лозу, виноградники и все остальные плоды. Поистине, в этом во взращивании знамение для людей размышляющих, которые получают пользу от этих назидательных примеров. И подчинил Он вам ночь, чтобы вы отдыхали в ней, и день, чтобы вы добывали себе средства для жизни в течение него, солнце, чтобы оно светило, и луну, как отражатель света ночью, и для исчисления месяцев и лет. И звёзды подчинены по Его повелению, чтобы ночью определять время и правильно находить путь. Поистине, в этом, в этом подчинении однозначно ясные знамения для людей разумных, размышляя о которых человек осознаёт о том, что есть Создатель и что Он один. И также Он подчинил вам то, что создал для вас на земле в разных цветах, животных, плоды и ископаемые. Поистине, в этом, в разнообразии цветов и многообразии пользы, однозначно знамени, ясное доказательство для людей, которые внимают увещанием, получают пользу от этого. И только Он, Аллах, Тот, Который подчинил море, чтобы вы питались из него свежим мясом, рыбами, и извлекали оттуда украшения, жемчуг, коралл, которые вы надеваете. И ты видишь суда, рассекающий его поверхность моря, и подчинил Он море, чтобы вы обретали себе удел от его щедрости, добывая морские дары Аллаха и занимаясь торговлей, дабы вы были благодарны Аллаху Всевышнему за Его великие благодеяния вам, и не поклонялись никому, кроме Него. И бросил Он на землю устойчивые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и сделал Он на ней реки и дороги, чтобы вы могли правильно следовать к тем местам, куда держите путь. И также Он сделал приметы, которые есть на дорогах, по которым вы определяете дорогу, а по звезде, по звездам, они находят путь ночью. Разве что Тот, Кто творит, Аллах, таков же, как Тот, Кто не творит, равен выдуманным божествам. Неужели же вы не опомнитесь, чтобы задуматься над величием Аллаха? И если вы будете считать благодать Аллаха, которую Он дарует, то не сочтете ее. Поистине, Аллах, конечно же, прощающий по отношению к тем, кто уверовал в Него, совершал праведные деяния и обращался к Нему с покаянием и милосердный к Ним. И Аллах знает, что вы, о люди, скрываете в своих душах, и что обнаруживаете? То, что совершаете открыто. А те, кого они, многобожники, призывают вместо Аллаха, ложные божества, которым они поклоняются, не творят ничего, и сами они, те божества, сотворены руками же неверующих. Ложные божества, они мертвы, неживы, и они не знают, когда будут воскрешены, те, которые поклонялись им. Истинный Бог ваш, о люди, только которому можно служить и поклоняться, есть единственный истинный Бог Аллах. А те, которые не веруют в вечную жизнь, сердца их отвергают, не признают того, что только Аллах является истинным Богом, и они являются высокомерными, не принимая истину. Нет сомнения в том, что Аллах знает, что они скрывают в своих душах, и что обнаруживают, совершают открыто. Поистине, Он, Аллах, не любит высокомерных, тех, которые по своему высокомерию не становятся верующими, и не признают Его единственным Богом. И когда говорят им, многобожникам, спрашивая о Коране, «Что же не спаслал ваш Господь?» Они отвечают, «Выдуманные легенды древних народов». И сказали они эту ложь, чтобы понести свои ноши грехи полностью. Им не будет прощена ни одна часть их грехов. В день воскрешения и ноши грехи тех, которых они ввели в заблуждение, своих последователей, без какого-либо знания. О, как же скверно то, что они понесут! «Уже ухищрялись, строили козни против своих пророков, те неверующие, которые были до них, до этих многобожников, и Аллах вырвал их здания, построенные козни, от основания. И упала на них сверху крыша, и постигла их наказание оттуда, откуда они и не чувствовали, не ожидали. Потом, в день воскрешения, он унизит их, подвергнув наказанию, и скажет, упрекая их, «Где мои сотоварищи, ложные божества, которых вы мне равняли, из-за которых вы откололись, враждовали с пророками и верующими? Смогут ли они отклонить от вас наказание или заступиться за вас?» Скажут те, которым было даровано знание, призывавшие к истине, знающие веру. «Поистине, позор и зло сегодня, в день суда, неверующим, тем, которых ангелы упокаивают, забирают их души, в положении, когда они притесняют самих себя, совершая неверие. И увидев смерть, они принесли покорность. Не делали мы никакого зла, ослушания Аллаха. Им будет сказано, «Нет, вы лжете, вы делали это, и поистине Аллах знает все, что вы делали. Войдите во врата гиены ада, и будьте вечно с ней, и как же скверна обитель высокомерных». И будет сказано тем, которые остерегались наказания Аллаха, что не спаслал вам Господь ваш через пророка Мухаммада. Они скажут, «Благо». Для тех, кто свои деяния совершал наилучшим образом в этом мире, призывал к истинной вере и праведным деяниям, уже в этом мире будет даровано добро, помощь от Аллаха и обильный удел. И, конечно же, обитель вечности, рай, лучше, чем все, что в этом мире. И, конечно, как прекрасно обитель остерегавшихся. Сады Адна, в которые они войдут, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, для них, в них, в райских садах, будет дано все то, что они пожелают. Так вас дает Аллах, остерегавшимся, тем, кого покоят, принимают душу ангелы благими, у них души чисты от неверия. Говорят им ангелы, мир и полное спокойствие вам, войдите в рай за то, что вы совершали, за вашу веру и повиновение Аллаху. Неужели они, эти многобожники, ждут чего-то иного, кроме того, что придут к ним ангелы, забрать их души, или придет повеление Господа твоего о наказании их? Так, как поступают эти многобожники, делали и те неверующие, которые были до них, и не причинил Аллах им зла, подвергнув их смертельному наказанию, но они сами себе причинили зло, выбрав неверие и ослушание Аллаха, за которое следует такое наказание. И постигли их последствия плохих деяний, которые они совершали, и постигло их то наказание, над чем они насмехались. И сказали те, которые стали многобожниками, «Если бы Аллах пожелал, то мы не поклонялись бы никому, кроме Него, никого, кроме Него, не признавали бы Богом, ни мы сами, ни наши отцы-предки, и не запрещали бы без Него ничего». Так, подобно этому, творили, оправдывались и те неверующие, которые были до них. А разве на посланниках лежит обязанностью что-нибудь, кроме ясного доведения, того, что Аллах возлагает на людей? И уже мы отправляли каждой общине, которые были прежде, своего посланника, повелев ему, чтобы он сказал им, «Поклоняйтесь только одному Аллаху и сторонитесь лжи Бога. Не служите и не поклоняйтесь шайтанам, идолам, умершим и никому и ничему, кроме Аллаха». И среди них были те, кого Аллах повел истинным путем, даровал веру. И среди них были те, кому оказалось суждено заблуждение, которые проявили высокомерие и отвернулись от истины. Странствуйте же по земле, путешествуйте или размышляйте, и посмотрите же, получите назидание, каков был конец, какое наказание постигло возводящих лож. Если ты, о пророк, даже будешь сильно стараться, приложишь все свои усилия, чтобы наставить их многобожников на истинный путь, чтобы они уверовали, то знай, ведь Аллах не наставляет на истинный путь тех, кого он вводит в заблуждение, оставляет без своего содействия. И не будет им никаких помощников, которые бы спасли их от его наказания. И поклялись они, эти многобожники, Аллахом, сильнейший из их клятв. Не воскресит Аллах того, кто умер. Наоборот, воскресит Он умерших, согласно обещанию от Него истинному, но большинство людей не знает о Его могуществе. И Аллах воскресит всех умерших, чтобы разъяснить им то, относительно чего они разногласили. Показать действительность воскрешения. И чтобы узнали те, которые стали неверными, они были лжецами, когда клялись, что не будет воскрешения. Наше слово для того, чтобы сотворить что-нибудь, когда мы пожелаем, чтобы оно свершилось. Что мы лишь скажем Ему единожды, будь, и оно сразу же бывает, происходит. Поэтому и воскрешение произойдет лишь по одному слову Аллаха. А те, которые переселились ради Аллаха, оставили свои дома, чтобы заслужить Его довольство и помогать установлению Его слова, после того, как их притесняли, мы обязательно поселим их в этом мире в прекрасное место. И, конечно же, награда вечной жизни больше, так как это рай, если бы они, удерживающиеся от переселения, только знали это. И переселившиеся ради Аллаха – это те, которые проявляли терпение при исполнении повеления Аллаха, при воздержании от того, что Он запретил, и при трудностях, которые постигали их, и которые на своего Господа полагаются, всецело уповают. И до тебя, о Пророк, посылали мы к прежним общинам только мужчин, а не женщин или ангелов, которым давали откровения. Спросите же о многобожнике об этом людей напоминания, тех, у кого есть знания, истории и Евангелии. Если вы сами не знаете этого. И посылали мы прежних пророков с ясными знамениями и с Писанием. И не спосылали мы тебе, о Пророк, напоминание, Коран, чтобы ты разъяснил людям, что им не спослано положение закона Аллаха, и чтобы они размышляли о Коране и взяли себе из этого наставление. Неужели же уверены те, которые строили злые козни против пророка, что Аллах не заставит землю поглотить их, или не придет к ним наказание оттуда, откуда они не чувствуют? Не ожидают. Или неужели они уверены, что Он не схватит их наказанием в их оборотливости, в их торговых поездках и делах, и они не будут в состоянии ослабить его наказание, не смогут избежать его? Или неужели они уверены, что Он не схватит их наказанием в страхе, когда они ожидают падения на них наказания? Поистине же Господь твой однозначно сострадательный и милосердный, так как не спешит с наказанием. Неужели не видели они, эти неверующие, что у того, что создал Аллах, у гор, деревьев, тень у них склоняется в один промежуток времени направо и в другой промежуток времени налево, преклоняясь ниц перед Аллахом, проявляя этим самым свое смирение перед Ним, будучи при этом покорными Ему. И перед Аллахом склоняются ниц те, кто в небесах и на земле из животных, и ангелы, и они не превозносятся над поклонением Ему. Они, ангелы, боятся своего Господа, который над ними, и делают то, что им повелено, их Господом. И сказал Аллах своим рабам, «Не берите себе двух богов, Он, Бог ваш, есть единственный истинный Бог, и только меня бойтесь». И Ему, Аллаху, принадлежит то, что в небесах и на земле. Он является Создателем, Владыкой и Богом всего. И Ему должно совершаться поклонение постоянно. Неужели вы будете остерегаться, бояться кого-нибудь, кроме Аллаха? И какая есть у вас благодать, будь то вера, здоровье, достаток, дети, то это только от Аллаха, только Он дает вам все это, и никто другой. Потом, когда вас касается беда, болезнь, голод, то вы только к Нему плачетесь, с мольбой. Потом, когда Он удалит от вас беду, тогда часть из вас снова начинают предаваться товарищей своему Господу, чтобы отвергать признание того, что мы им дали. Пока попользуйтесь этим бренным миром, потом узнаете итог вашего неверия и ослушания. «И выделяют они, многобожники, тем ложным божествам, о божественности которых они не знают, не имеют никакого довода, долю из того, чем мы их наделили, чтобы обрести их довольство. Клянусь Аллахом, в день суда вы непременно будете спрошены о том, что измышляли против Аллаха. И делают, приписывают они неверующие Аллаху дочерей, говорят, что ангелы якобы являются дочерями Аллаха. Приславен Он, Аллах превыше того, что они говорят про Него. А для них как будто бы то, чего они себе желают. Они приписывают себе сыновей, а дочерей приписывать к себе, стыдятся. И когда обрадуют одного из них, тех, которые говорят, что ангелы якобы дочери Аллаха, девочкой, что у него родилась дочь, лицо его становится темным от печали, и он в душе своей сдерживает скорбь, его охватывает уныние от этой вести, скрываясь от людей, от горечи того, чем обрадован, от вести, что у него родилась дочь. Удержать ли это то, чем его обрадовали? На унижение, чувствовать себя опозоренным среди соплеменников, или скрыть, закопать его то, чем его обрадовали? Будучи живой в земле, о, как скверно они рассуждают, приписывая Аллаху дочерей о себе сыновей. Для тех, которые не верят в вечную жизнь, приводится плохое описание, а Аллаху принадлежит высочайшее описание, Он превыше всего своей сущностью, своими именами и описаниями. Они нуждаются в сыновьях и не желают дочерей из-за боязни обеднения и стыда, а Аллах Всевышний ни в чем не нуждается. И Он величественный и мудрый в Своей речи, деяниях и управлении делами Своих творений. Если бы Аллах схватил людей, неверующих и ослушников, за их злодеяние, за неверие и измышление на Аллаха, то не оставил бы на ней, на земле, ни одного животного, неверующего. Но, однако, Он дает отсрочку им до определенного срока, до предела, когда закончится их жизнь. Когда же придет их срок, который установил Аллах, то они не задержатся от срока, ни на час. Им не будет дана отсрочка и не приблизится к сроку ни на час. Он не наступит раньше установленного момента. И приписывают они многобожники Аллаху то, что сами ненавидят, дочерей, и языки их описывают, говорят ложь, что им уготовано наилучшее, прекрасный исход дел. Несомненно, им уготован огонь. И они будут покинуты, оставлены и забыты в нем. Клянусь Аллахом, уже мы посылали пророков и посланников к общинам, которые были до тебя, о Мухаммад. И сатана разукрасил им, людям из тех общин, их деяние, неверие многобожие и вражду с посланниками. И он, сатана, является их сторонником сегодня, в этом мире. И им в вечной жизни уготовано мучительное наказание. И мы не спасли, тебе, о пророк, книгу, Коран, только для того, чтобы ты разъяснил им, людям, то из веры и законоположений, в отношении чего они разошлись во мнениях, а также как верное руководство и милость для людей верующих. И Аллах низвел с неба воду, сделал, чтобы на земле была вода, и оживил ею водой землю, выведя растение, после ее безжизненности. Поистине, в этом, в неспослании воды и в росте растений однозначно содержится знамение, указывающее на единственность и могущество Аллаха для людей, которые слушают и затем размышляют и повинуются Аллаху и остерегаются его наказания. И поистине, для вас, в вашем скоте, однозначно есть назидание. Мы поим вас из того, что образуется у них в животах, между содержимым, перерабатываемой пищей, и кровью, молоком чистым, приятным для пьющих. И из плодов пальм и лос вы берете, делаете себе опьяняющий напиток и хороший удел, благую еду. Поистине, в этом однозначно знамение, доказательства для людей, думающих, которые размышляют и понимают из этих доказательств могущество Аллаха и что только ему нужно поклоняться и служить. Это было до неспослание запрета на все опьяняющее. «И внушил Господь твой пчеле, устраивая себе в горах дома и на деревьях и в том, что они люди строят. Потом питайся всякими плодами и следуй по путям Господа твоего, которые подчинены тебе, возвращаясь, по которым ты не заблудишься. Выходит из внутренностей их пчел, питье, мед разного цвета, в котором есть исцеление для людей. Поистине, в этом, в пчелах, однозначно знамение, доказательство, могущество Аллаха для людей, которые размышляют. И Аллах создал вас, потом Он вас упокоит, умертвляет. И среди вас, о люди, есть тот, такие, кто бывает возвращен к дряхлой жизни, глубокой старости, чтобы не знать после некоторого имевшегося в зрелости знания ничего. Поистине, Аллах всезнающий и всемогущий. И Аллах дал преимущество одним из вас над другими в жизненном уделе. Одних сделал богатыми, а других бедными. Одних сделал владельцами, а других невольниками. И те же, которым дано преимущество, не возвращают своего удела, не дают того, что им дано Аллахом, тем, кем овладели их десницы, своим невольникам, чтобы они затем оказались в этом равными, уравнялись в богатстве. Так почему же многобожники делают кого-то равным Аллаху, когда себе равных не желают? Неужели они отрицают дарованную им благодать Аллаха? И ведь Аллах сделал для вас, о мужчины, из вас самих же, из людей, пару, женщину, и сделал вам от ваших жен детей и внуков, и наделил вас благами, благой едой, плодами, злаками, мясом? Неужели в ложь, многобожие, они веруют, а благодать Аллаха истинную веру отвергают? И поклоняются они, многобожники, помимо Аллаха, тому, идолам и другим ложным божествам, что нисколько не владеет для них жизненным уделом, чтобы дать его им с небес не могут не спаслать дождь и земли, не могут вырастить посевы и не могут они ничего, даже если бы и захотели. О люди, не приводите же Аллаху подобий, не равняйте его ни с кем из его творений, служа и поклоняясь им наряду с ним. Поистине, Аллах знает, что вы делаете, а вы не знаете, какой грех вы этим совершаете и какое наказание за это полагается. Чтобы показать несостоятельность убеждения многобожников, приводит Аллах в качестве примера раба-невольника, у которого нет никакого имущества и который не может ничего расходовать из средств, и другого, свободного, кого мы наделили от себя хорошим уделом, даровали дозволенные блага. И он свободно расходует из него своего имущества тайно, никому не показывая, и явно, открыто. Разве разумный человек скажет, что они, эти двое, одинаковы? Поэтому нельзя равнять Аллаха Всевышнего, который является владельцем всего сущего, с его творениями, которые являются его рабами и ничем самостоятельно не владеют. Хвала Аллаху! Но большая часть их многобожников не знает, что все блага принадлежат только ему, и что только он достоин служения и поклонения ему. И чтобы показать несостоятельность многобожия, приводит Аллах в качестве примера двух людей. Один из них, двоих, немой, и при этом еще ничего не может, и он является тягостью для своего хозяина. Куда бы он, хозяин, его, немого не послал, он не возвращается с благом. Разве же одинаковы они, немой и тот человек, который побуждает к справедливости, будучи на прямом пути? Тогда как можно равнять глухого и немого идола, который ни на что не способен Аллаху Всемогущему, который только один одаривает свои творения благами? И Аллаху принадлежит скрытое знание о сокровенном на небесах и на земле, и вопрос часа, когда наступит день суда, то он наступит так же быстро, как мгновение ока, и даже еще ближе, быстрее. Поистине, Аллах над всякой вещью мощен, Он может все. И Аллах вывел вас из утроп ваших матерей, такими, что вы ничего не знали. И для познания окружающего мира Он устроил вам слух, зрение, сердца, чтобы вы были благодарны Ему за дарованные вам благо. Разве они, неверующие, не видели птиц, которые подчинены Аллахом, чтобы летать в воздухе небесном? Никто их не удерживает в воздухе, кроме Аллаха. Поистине, в этом, в их полете, однозначно содержится знамение для людей верующих. И Аллах устроил вам в ваших домах жилье, место, где вы отдыхаете со своей семьей. И так же Он устроил вам из шкур скота дома, шатры и палатки, которые легки для вас, чтобы переносить их в день вашего отправления в путь и в день вашей остановки. И устроил Он для вас из шерсти их овец, волос их верблюдов и волос их коз, полезные принадлежности, одежду, постель, украшения. И пользование этим до определенного времени, до тех пор, пока они не износятся. «И Аллах сделал для вас, о люди, из того, что Он сотворил, из деревьев, гор, построек, так, что от них отбрасываются тени. И сделал Он вам в горах укрытия, пещеры, которыми вы пользуетесь при необходимости. И Он сделал вам одеяния, которые хранят вас от жары. И Он сделал вам одеяния, воинские доспехи, которые хранят вас от вашей человеческой же ярости. Так, как Он даровал все эти блага, завершает Он свою благодать к вам, полностью и ясно доводит до вас свою веру и закон, чтобы вы полностью предались Ему, были покорными Ему, единобожниками. А если они отвернутся от тебя, о пророк, после того, как увидели все знамения, то не печалься, ведь на тебе лежит обязанностью только ясное доведение того, с чем ты послан, а наставляет на истинный путь только Аллах». Они, многобожники, узнают многочисленную благодать Аллаха, признают, что именно только Он дарует ее им, а потом отрицают ее, поклоняясь другому, нежели тому, который одаривает их. И большинство из них неверующие умирают, будучи неверующими. И в тот день, в день суда, мы пошлем, выведем от каждой общины свидетеля, их пророка, который будет свидетельствовать о вере тех, кто уверовал из них, и о неверии тех из них, кто стал неверующим. Потом не будет дано никакого разрешения тем, которые стали неверными, чтобы оправдываться, и не попросят от них оправдания, чтобы они делали что-либо для довольства Господа ими. А когда увидят те, которые творили беззаконие, неверие, наказание Аллаха в вечной жизни, оно нисколько не будет им облегчено, и не будет дано им отсрочки наказания. А когда в день суда увидят те, которые совершали многобожие, своих сотоварищей, ложные божества, они скажут «Господи, это наши сотоварищи божества, которым мы взывали, поклонялись помимо Тебя». Но отбросят они божества им многобожникам слово говоря «Поистине, вы однозначно лжецы, так как мы не повелевали вам поклоняться нам наряду с Аллахом и не утверждали, что мы заслуживаем поклонения». И предложат они многобожники Аллаху тогда в день суда покорность и исчезнет от них то, что они измышляли, не будет заступничества ложных богов. Те, которые стали неверующими и отклоняли людей от пути Аллаха, от ислама, мы прибавим им наказание сверхнаказания за то, что они сеяли беспорядок, вдобавок наказанию за неверие и еще и наказание за сбивание людей. В тот день, в день суда, когда мы пошлем каждой общине свидетеля, который будет свидетельствовать за них, если они уверовали, и против них, если они станут неверующими, и который будет из них самих же, это будет посланный к ним пророк. И приведем тебя, о Мухаммад, как свидетеля за и против этих твоей общины. И не спасла ли мы тебе книгу, Коран, для разъяснения всего положений закона, и как верное руководство для выхода из заблуждения, милосердия для тех, кто уверует в него, и радостную весть для предавшихся Аллаху о том, что их ожидает благой исход. Поистине, Аллах повелевает своим рабам придерживаться справедливости, как по отношению к нему самому, и также по отношению к его рабам, проявлять наилучшие отношения, как по отношению к нему самому, и также по отношению к его рабам, и давать дары родственнику, родственникам, что является благочестием к ним и поддержкой родственных отношений. И он удерживает от мерзости, плохих слов и дел, неодобряемого, всего того, чем он недоволен. и злодеяния по отношению к людям. Он увещевает вас, чтобы вы помнили повеления Аллаха и исполняли их. И верно выполняйте завет с Аллахом, когда вы о люди его заключили, и не нарушайте клятв после их закрепления. Ведь вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине, Аллах знает о том, что вы совершаете. Справедливость по отношению к Аллаху выражается в признании Его как единственного Бога и отстранении от многобожия. Справедливость по отношению к рабам Аллаха выражается тем, чтобы не нарушать право каждого из них. Наилучшее отношение, ихсан, по отношению к Аллаху выражается в признании только Его Богом и исполнении того, что Он повелел, так как Он это узаконил. Наилучшее отношение, ихсан, по отношению к рабам Аллаха выражается в благодеянии по отношению к ним, как словами, так и делами. И нарушением своих договоров не становитесь как та слабоумная женщина, которая полностью расстроила, расплела свою пряжу после того, как оно было цельной пряжей, обращая свои клятвы, которые вы принесли во время заключения договора, в обман между вами по отношению к тем, с которыми вы заключили договор, когда одни люди бывают многочисленнее других людей, чувствуя свою многочисленность. Толкователи Корана сообщают о том, что в своё время в Мекке жила слабоумная женщина, которая прела и затем это же расплетала. «Аллах лишь испытывает вас этим, по велениям соблюдать договора, и Он непременно разъяснит вам в день воскрешения то, относительно чего вы расходились во мнениях в земной жизни. А если бы Аллах пожелал, то Он непременно сделал бы вас одной общиной, имеющей одну веру и один и тот же закон. Однако Он по своей справедливости вводит в заблуждение, кого пожелает, того, кто выбрал неверие, оставляя его без своего содействия, и ведёт к истинному пути, кого пожелает, того, кто выбрал веру. И вы все непременно в день суда будете спрошены о том, что творили в своей земной жизни, и получите соответствующее воздаяние. И не обращайте свои клятвы в обман между собой, по отношению к тем, которым вы клялись, чтобы не поскользнулась ваша нога после того, как стояла твёрдо, чтобы не впасть в погибель после спокойствия. Ибо вы уже в этом мире вкусите зло за то, что своим вероломством отклоняли людей от пути Аллаха, от ислама, и ещё вам в вечной жизни будет великое наказание в аду. И не покупайте за договор с Аллахом ничтожную цену, не променяйте его на приходящие мирские блага. Ведь то награда за исполнение этого договора, что у Аллаха лучше для вас, если бы вы только знали. То, что есть у вас мирские блага, иссякнет, а то, что у Аллаха, остаётся навсегда. И мы непременно воздадим тем, которые проявляли терпение при исполнении того, что мы возложили на них, наградой их за лучшее из того, что они совершали, простив плохие деяния. Кто совершает праведное, исполняет то, что повелел Аллах, и удерживается от того, что он запретил, независимо, будь он мужчиной или женщиной, и при этом, будучи верующим, единобожником, мы непременно оживим его жизнью благой, сделаем так, что у него будет прекрасная жизнь в этом мире со спокойствием в душе. И непременно воздадим мы им вечной жизни, наградой за их лучшее из того, что они совершали в земной жизни. И когда же ты, о верующий, читаешь Коран, что-то из Корана, то обратись за защитой к Аллаху от зла сатаны, побиваемого камнями, проклятого. Поистине, нет у него, у сатаны, власти над теми, которые уверовали и полагаются только на своего Господа. Власть его, сатаны, только над теми, которые избирают его сторонником, и которые из-за него, из-за сатаны, являются многобожниками. А когда мы заменяем в Коране один аят другим, отменяя чтение или положение первого, а ведь Аллах лучше знает, что он не спосылает, он знает, в чем больше блага для его рабов, они, неверующие, говорят, «Ты, о Мухаммад, лишь лживый выдумщик, который измышляет то, чего Аллах не сказал. Нет, совсем не так, как они утверждают, и большинство их не знает ни о своем Господе, ни о его законе, ни о его решениях. Скажи им, о Пророк, не зашел с ним, с Кораном, Дух Святой, ангел Джабриил, от твоего Господа с истины, чтобы укрепить тех, которые уверовали, и так же, как верное руководство для выхода из заблуждения и радостную весть для всецело предавшихся Аллаху». И уже мы знаем, что они, многобожники, говорят. Ведь его, Пророка, учит Корану только обычный человек. Язык того человека, на которого они, многобожники, указывают, иноземный, не арабский, а это язык Корана, язык арабский, ясный в понимании. Поистине, те, которые не веруют в знамение Аллаха, не признают истинность аятов Корана, не ведет их Аллах истинным путем, не содействует, чтобы они обрели истину. И для них в вечной жизни уготовано мучительное наказание. Ложь измышляют только те, которые не веруют в знамение Аллаха. И такие они являются лжецами. Не Пророк Мухаммад является лживым выдумщиком, а сами неверующие являются такими. Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры, кроме лишь того, кто был принужден сказать слова неверия, а в то время сердце его было спокойным вере, в душе он был полон веры и убежденности. Но, однако, тот, кто открыл неверию свою грудь, на них, оказавших слова неверия без принуждения, гнев от Аллаха, и им наказание великое. Это великое наказание за то, что они полюбили земную жизнь больше, чем вечную, и потому, что Аллах не ведет к истине людей неверных. Это те, у которых Аллах наложил печать на их сердца. И не доходит до них свет истины, на их слух, и не слышат они слова Аллаха так, чтобы задуматься, и на их зрение, и они не видят ясных доказательств того, что только один Аллах является Богом. И такие они являются беспечными по отношению к тому наказанию, которое уготовал Аллах для них. Несомненно, что они в вечной жизни окажутся потерпевшими убыток, теми, которые свою жизнь растратили для того, чтобы обрести наказание. Потом, поистине, Твой Господь к тем, которые переселились на пути Аллаха, оставили свои дома, чтобы заслужить Его удовольство и помогать установлению Его слова, после того, как были испытаны, подвергнуты мучениям, многобожниками за свою веру, а затем усердствовали на пути Аллаха и терпели те трудности, которые были возложены на них. Поистине, Твой Господь после этого, после их переселения, усердия и терпения, однозначно прощающий и милосердный. И напомни им, о Пророк, о том дне, о дне суда, когда каждая душа придет, припираясь за себя, защищая себя, как только может. И каждой душе будет уплачено сполна, будет полностью воздано за то, что она совершила. И они не будут обижены, нисколько не будут убавлены благодеяния, и не будет дано наказание за то плохое, что человек не совершал. А Аллах приводит притчи и селения, а именно Мекку, которое было безопасным от нападения на него, спокойным, жизнь в нем не была трудной. Приходило к нему, к этому селению, Мекке, его пропитание благополучно, обильно и легко, из всех мест. Но оно, жители этого селения, не признало благодеяния Аллаха, которыми он наделял их, предавая Аллаху за товарищей и не выражая благодарность ему. И тогда Аллах дал вкусить ему одеяние голода, наказал жителей Мекки голодом, и одеяние страха, что на их караваны по пути в Шам будут нападать отряды посланника Аллаха за то, что они, мекканцы, совершали за их неверие и вражду. И пришел к ним, к жителям Мекки, посланник, пророк Мухаммад, из них самих же, и они обвинили его во лжи, не признали истинность того, с чем он к ним был послан. Хотя и знали о его правдивости, честности и происхождении. И постигло их наказание, голод, страх, гибель их предводителей, прибадри. И были они притеснителями по отношению к самим себе, совершая многобожие и удерживая людей от его пути. И ешьте же, о верующий, то, что даровал вам Аллах, и сделал дозволенным, благим, и будьте благодарны за каждое благодеяние Аллаха, признавая их и расходуя их в поминовении Ему, если только Ему вы действительно поклоняетесь. Запретил он вам только мертвичину, животное, которое умерло, не будучи зарезанным, или вытекшую из животного кровь, или мясо свиньи, или мясо животного, которое было заколото ради кого-то, кроме Аллаха. Кто же будет вынужден есть в голоде, чтобы не умереть, не проявляя желания, не испытывая наслаждения и не наедаясь, и враждебности, не выходя за пределы того, что Аллах дозволил, то ведь Аллах прощающий и милосердный. И не говорите о многобожнике на то, что описывают ваши языки, ложь. Это, то, что Аллах запретил, дозволено, а это, то, что Аллах дозволил, запрещено, чтобы этим самым измыслить на Аллаха ложь. Поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь, не обретут успеха ни в этом мире, ни в вечной жизни. Это всего лишь малое пользование в этом мире, и им, в вечной жизни, уготовано мучительное наказание. А тем, которые стали иудеями, мы запретили то, что рассказали тебе, о пророк, раньше. Смотрите суру 6, аят 146. И не поступили мы несправедливо по отношению к ним, но они сами поступили несправедливо по отношению к самим себе, совершая неверие и злодеяние, тем самым заслужив это запрещение. Потом, поистине, Господь твой для тех, которые совершали зло, грехи, по неведению, не зная, какое за это будет наказание и что это влечет гнев Аллаха, а потом раскаялись после этого и исправили свои деяния. Поистине, Господь твой после этого, после их покаяния и исправления деяний, однозначно прощающий и милосердный. Поистине, Ибрахим был предводителем, благоговейным, всецело подчинившимся и смиренным пред Аллахом, Ханифом, единобожником, и не был он из числа многобожников. Благодарным за благодеяние его, избрал он его, чтобы он был одним из посланников и повел к прямому пути, к полной покорности ему. И даровали мы ему, пророку Ибрахиму, в этом мире благо, пример для последующих поколений и благое упоминание о нем. И поистине, он вечной жизни будет, конечно, среди праведников, обитателей высших райских жилищ. Потом мы внушили откровением тебе о Мухаммад. Следуй за верой пророка Ибрахима, Ханифа, единобожника, и не был он из числа многобожников. Суббота назначена особым днем, посвященным исключительно для поклонения Аллаху, только для тех иудеев, которые разошлись во мнениях о ней и выбрали этот день вместо пятницы. И поистине, Господь твой рассудит между ними в день воскрешения относительно того, в чем, в каких вопросах веры они расходились, и воздаст каждому по его деяниям. Призывай людей к пути Господа твоего, о пророк, и те, кто последовали за тобой, с мудростью и хорошим увещеванием, и спорь с ними, с теми, кто не согласен тем, что лучше, мягко и по-доброму. По истине, Господь твой, Он лучше знает положение тех, кто сбился с его пути, и Он лучше знает идущих истинным путем. На тебе лежит обязанность только следовать истине и доводить ее до людей. И если вы наказываете посигнувшего на вас злодея в отместку, то наказывайте только подобным тому, чем вы были наказаны. Не излишествуйте вместе. А если вы проявите терпение, оставите отместку, то это непременно лучше для терпеливых. «И терпи же, о пророк, то, что постигает тебя на пути Аллаха. Ведь твое терпение только с Аллахом, только Он помогает тебе и поддерживает тебя. И не печалься за них, за тех, кто против тебя, и за тех, кто не отвечает на твой призыв. И не будь в стеснении, не тревожься от того, что они замышляют. Ведь Аллах поможет тебе, и их зло обратит против них самих же». Поистине, Аллах вместе с теми, которые остерегаются его наказания, и теми, которые являются искренними добродетелями. Он помогает и содействует им. Субтитры создавал DimaTorzok